Ртуть может поступать в организм человека через вакцины, амальгамные зубные пломбы, некоторые виды морепродуктов, а также из техногенных источников, таких как разбитые термометры, энергосберегающие и ртутные лампы, ртутно-цинковые гальванические элементы питания и тому подобное. Избыток ртути способствует развитию разных заболеваний, в том числе онкологии. Разные формы ртути по-разному выводятся из организма. Для выведения некоторых из них требуется до 10-15 лет. Правильное решение – помочь организму очиститься от этого токсичного элемента. Протокол по детоксикации ртути 1. Старайтесь опорожнять кишечник 2-3 раза в день. Примерно 90% ртути выводится из организма со стулом. Если ходить в туалет так часто не получается, проверьте состояние щитовидной железы. Ртуть очень часто влияет именно на щитовидную железу. Несколько чайных ложек свежемолотого семени льна в день помогут улучшить перистальтику кишечника и добавят организму полезные основные жирные кислоты. 2. Начните принимать хлореллу Хлорелла – это водоросль, которая содержит белок, хлорофилл и другие питательные вещества, связывающие ртуть. Можно начать с четверти чайной ложки порошка 1 раз в день, чтобы убедиться в отсутствии гиперчувствительности. 3. Затем в течение 1-2 недель доведите дозу до 1 чайной ложки в день. Когда вы будете переносить эту дозу, вы сможете использовать ее для связывания ртути. Хлорелла полностью покроет кишечник изнутри и, как губка, впитает в себя всю ртуть, которая окажется в кишечнике. Вышеуказанная доза рассчитана на взрослого человека весом 70 кг. Если вы используете хлореллу для детей, пропорционально уменьшите дозу. Осторожно! Если у вас возникнет тошнота или отрыжка хлореллой, прием хлореллы следует прекратить, поскольку это указывает на развитие чувствительности к этому продукту, которое, если не прекратить его прием, будет только усугубляться. 3. Начните употреблять чеснок Чтобы увеличить запасы серы в организме, разумно начать регулярно употреблять чеснок. Лучше есть именно чеснок, а не принимать добавки с чесноком. Старайтесь съедать по 3 зубчика в день, но если запах изо рта мешает окружающим, можете уменьшить дозу. Снова таки, как и в случае с хлореллой, для детей доза уменьшается пропорционально. 4. Начните употреблять кинзу Кинза поможет вывести ртуть из ткани. Лучшая форма кинзы – настойка. Однако, как и в случае с хлореллой, многие люди чувствительны к пероральному употреблению кинзы. Поэтому, если у вас возникнет тошнота или дискомфорт после употребления кинзы, не принимайте ее перорально. 5. Начните употреблять селен и цинк Если у вас дефицит магния, натрия, цинка и других минералов, организму сложнее выводить токсичные металлы. Особое значение для детоксикации организма от ртути имеют такие минералы, как селен и цинк. Поэтому их следует дополнительно принимать большинству людей. Как правило, цитратные формы минералов весьма эффективны, кроме тех случаев, когда у человека низкий уровень фосфора в крови. 6. Начните употреблять полезные жиры Застой печени и желчного пузыря – основные проблемы при состоянии токсичности. Ваша способность очищаться от токсинов будет нарушена, если у вас не будет надлежащих жиров для поддержки пищеварительной функции. В рационе должно присутствовать достаточно жира из необработанных чистых масел, подсолнечного, кунжутного или натуральные жиры из таких продуктов, как семена, орехи, авокадо, органические яйца и мясо пастбищных птиц и животных. 7. Начните принимать пробиотики Для детоксикации крайне важна оптимизация кишечной флоры. Принимайте каждый день пробиотические продукты. Это могут быть домашний йогурт, фруктовый квас, камбуча, квашеная капуста, ферментированные овощи. 8. Антиоксиданты Витамины С и Е являются антиоксидантами. Разумно принимать каждый день по одной капсуле витамина Е и 250-500 мг витамина С с каждым приемом пищи. Если вы усиленно тренируетесь, можно принимать 1000 мг витамина С за 15-30 минут до начала тренировки. 9. Придерживайтесь специальной диеты Избегайте всех видов сахара и молока. 10. Ограничьте обработанные пищевые продукты и особенно пшеницу. Важно, чтобы в рационе было много белка, потому что аминокислоты серы, входящие в состав белка, в значительной мере способствуют детоксикации. 10. В виде добавки можно принимать сывороточный протеин, потому что в нем содержится много глутатиона и аминокислот с разветвленными цепями. 11. Разведите 2 столовые ложки в любой жидкости и принимайте 1-2 раза в день. 12. Детям, страдающим аутизмом, этот метод не подходит, так как в сыворотке содержится казеин. 13. Им можно давать чистые аминокислоты с разветвленными цепями. 14. Начните с одной капсулы дважды в день, смешивая их с едой. Чтобы не забыть всех деталей, рекомендуем поместить видео в плейлист или сохранить в закладке браузера. Если будут вопросы, пишите в комментариях и мы ответим. Корректор А.Кулы dates graphics While J.iesz Milli Луев Лу-Лу 12.